Добрый день друзья! В нашу любимую игру наведалась Черная Пятница, а в Адмиралтейство и премиум магазин прибыла знаменитая Черная Флотилия, которая пробудет там до 8 декабря. И в этот раз, как и всегда, Черная Флотилия пополнилась новичками. Особый тяжелый крейсер 10 уровня Италии Наполи, премиум линкор гибрид 9 уровня США Керсарч, премиум крейсер 8 уровня Германии Майнс и премиум авианосец 8 уровня СССР Чкалов. Причем на все новинки уже действуют приятные скидки. Кроме того, для приобретения в Адмиралтействе также доступны Черные корабли прошлых лет, на которые тоже действуют приятные скидки. Список кораблей и их стоимость в дублонах перед вами на экране. Также в Адмиралтействе доступна специальная цепочка последовательных наборов с различным имуществом, среди которых контейнеры и премиум контейнеры Черная Пятница 2022, Дни корабельного премиум аккаунта, уголь, контейнеры Уникальные бонусы и финальный набор премиум эсминец 6 уровня Японии Шинаномы. Кроме того, доступны к покупке премиум контейнеры Черная Пятница 2022, как поштучно, так и в наборах со скидками. Итак, давайте попытаемся понять, что же действительно интересно из этого всего разнообразия. На мой взгляд, сомнительной покупкой будут премиум контейнеры Черная Пятница 2022. При стоимости 1250 дублонов за штуку, вероятность выпадения премиум корабля из контейнера 12%. И в моем понимании, достаточно 9 контейнеров для гарантированного получения премиум корабля. Но нет, разработчики заявляют, что только при открытии 20 контейнеров нам гарантированно выпадает премиум корабль. Как-то странно у них работает теория вероятности, но да ладно, может я что подзабыл. Таким образом получается, что только купив 20 контейнеров стоимостью 21200 дублонов, мы гарантированно получим случайный кораблик, что явно дороговато. Да и сумма компенсации, в случае наличия всех кораблей на аккаунте, странная. 2500 дублонов. Следующий, как по мне, малоинтересный вариант, это премиум эсминец 6 уровня Японии Шинаномы, который в цепочке обойдется 8953 дублона. И это за эсминец, который доступен абсолютно бесплатно в качестве финальной награды цепочки боевых задач компании «Почетная служба». Дальше, корабли, которые доступны к покупке за более доступный и дешевый ресурс уголь, тоже не стоит выкупать из «Черной флотилии». И это Наполи, Керсарч, Кершина и Померна. Я бы так же не стал торопиться с покупкой кораблей, которые на постоянной основе доступны в Адмиралтействе за дублоны, и на которые тоже периодически бывают хорошие скидки. А вот «Жан-Бар», «Аляска», «Массачусетс» и «Осашо» – это действительно достойные вашего внимания корабли, которые из-за своей имбовости были выведены из продажи и на сегодня остаются актуальными. К примеру, по статистике за последние 28 дней, французский линкор «Жан-Бар» входит в пятерку лучших линкоров 9 уровня. Американский крейсер «Аляска» входит в пятерку лучших крейсеров 9 уровня. Американский линкор «Массачусетс» тоже входит в пятерку лучших линкоров 8 уровня. А японский эсминец «Осашо» по статистике – лучший эсминец на 8 уровне. И в том случае, если вы полны решимости пополнить свой порт новинкой, именно над покупкой этих кораблей я настоятельно рекомендую вам призадуматься. Кроме того, все корабли «Черной флотилии» и контейнеры «Черная пятница» также доступны к покупке в премиум-магазине. Надеюсь, информация будет вам полезна. Жду ваши комментарии и до новых встреч в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok